Привет от рубрика Мотозона! Вы на окраине Питера, в раю самом настоящем И посмотрите, что тут вообще есть Вот эта красота, вот эта неописуемая красота Так, эту красоту не смотрим, не смотрим всему свое время, не смотрим Нам туда начнем с экскурсии, товарищи Собственно, вот святая святых Леонид, привет! Всегда в программах здороваются, как будто еще не виделись Но мы должны соответствовать рамкам жанра Ну так мы и не виделись почти Да, итак, я сразу от этого зрелища несколько... Я был ушарашен, что это такое? Это Харлей На самом деле этот мотик привезли в 2006 году И он полностью собран из каталога Рама, двигатель, коробка, праймари В общем, весь маятник, были колеса, вилка вот эта трехметровая вперед Но, как бы, время изменилось и интересы изменились Соответственно, теперь он будет с R30 на пневмоподвеске, консольная вилка в планах А рама, это что, была или вы же... Это была рама, но мы ее изменили, соответственно, угол и под наши требования, под R30 Баггерище будет? Ну, что-то такое очень интересное, похожее на Баггер Формула X, господа, это название, которое нам, мотоциклистам, стоит помнить отчетливо Потому что это огромный торговый центр, где есть необозримое количество товаров, так или иначе, связанных с мотоциклами И это важно, потому что ездить на двух колесах, вообще-то, надо в нормальном экипе, а не как я сейчас Да и ездить стоит не на ушатанном 50-коповом скоттере, а на чем-то более основательном Все это в Формуле X вы отыщете Там и экипировка, там и техника, там и дополнительное снаряжение Ну, а кроме того, у Формулы X есть YouTube-канал, где, может, обнаружить самые разные и очень интересные видосы Например, обзор на свеженького гуся, там можно найти Или, скажем, видос про, ну, Ducati Multistrada V4 Есть интересные мотоциклы, есть интересные путешествия, ну и прочие другие интересности Ссылки и на Формулу X, и на их YouTube-канал вы найдете в описании А мы продолжаем Так, а здесь у вас, по-моему, распилен не Нет, или показалось? Он, это именно он Это серия GS, соответственно, у нее поменяли переднюю часть Сделали новые опоры под рулевой стакан, новый рулевой стакан, подтяжки В данный момент здесь вилка стоит от K-серии Потому что у нас их накопилось много, и мы можем их использовать А так планируются вилки-перевертыши, современные спорта, тормоза и так далее Но это будет мотоцикл, похож на старую линейку R100, R80, R65 Но уже на инжекторе с современным двигателем Закрытые движки, собственно, вот они стоят О, в моменте подготовки Ага Крышечки все закрыто, соответственно, все катушки, вся электрика внутри Вот их уже, уже три планируется А это прям целиковое шасси Да, да, да Не шасси, э, я понял Ну шо ж, круто, давай перейдем к K-серии, коль скоро я за ней приехал к вам Вообще, расскажи мне, вот на свете есть колоссальное количество проектов на базе этих мотоциклов Прям вот очень много Есть в мире немало компаний, которые прям специализируются тем, что их делают Я на международных выставках видел стенды, приходишь и десяток вот на этой основе Да, но мы в России занимаем, наверное, лидирующее место в именно K-серии И как бы вообще производство кастома мотоциклов такого плана Потому что это начальный уровень и ниша, которая не была никем занята И, собственно, мы ее забрали под себя Это там более 300 мотоциклов построенных за все время И в данный момент мы их уже усовершенствуем Уже старые клиенты к нам приходят за новыми обвесами Уже вторичный рынок, да, мы его наполняем новыми деталями Вот, а так, да, это один из самых популярных мотоциклов Собственно, цена, качество и то, что из него можно сделать Конечно, это фантастика Он простой в работе, да? Абсолютно простой за счет того, что у него монолитный блок Это коробка, двигатель и задний редуктор Простейшая рама Ну и, соответственно, дальше сюда вешай, что хочешь Хочешь заднее широкое колесо, пожалуйста Хочешь вилку перевернутого типа, пожалуйста Хочешь фрезерованные колеса, дальше вам покажу их Пожалуйста Вообще любое наполнение Траверсы, подвески, все Ты сказал, 300 мотоциклов построили Для России, мне кажется, это количество Ну, такое из разряда астрономических величин Так это? Да, да, но это, опять же, мы маленький заводик Неофициальные официалы Ясно, откуда они вообще у нас берутся? Вы их в каких-то промышленных масштабах тащите в Россию? С аукционом? Да, аукционы, соответственно, Нидерланды Ну, по Европе, да, их собираем и, собственно, привозим Кстати, за все время всего один мотоцикл мы привезли У которого были проблемы по мотору Представляешь, да? То есть 300 привезли и один только как бы вот что-то там Не очень хорошо было То есть, по-моему, можно поставить лайк за качество? Вообще прям То есть они практически не ломаются Они все живые, у них у всех есть компрессия Они все, ну, все рабочие Привез, он весь, может быть, в очень плохом состоянии внешне Ну, вот так нажал на кнопочку и поехали кататься Так, ну, я тоже к вам приехал ради кассирии Вот сейчас мы сделаем такой как бы вжух монтажный И перенесемся в более симпатичное место, где уже про главного героя, так сказать, поговорим Итак, вжух Ну что ж, финский залив у нас теперь на фоне, кстати говоря, можно рассмотреть здоровенную кукурузину из стекла и бетона Которую отгрохал там Газпром Хотели в центре поначалу, насколько я помню Но мы ради вот этой красоты Слушай, она была на мотове с ней у нас, напомню Да, она была пару лет назад Но потом мы ее еще год доделывали, доводили до ума всякие мелочи И, собственно, в данный момент он ездит, работает ТБС И все вроде как наложено Слушай, а ты меня позвал снимать этот мотик, значит, предмет гордости, да? И это как бы круто Вот расскажи, почему он нравится тебе как автору Во-первых, потому что в него вложены максимальные технологии, которые мы могли себе позволить несколько лет назад То есть сейчас мы гораздо выше и дальше ушли Но на тот момент это, конечно, для нас предел мечтаний был некий Потому что мы, опять же, здесь сделали систему АБС Свои тормозные диски под эту всю историю Сверху гребенка, это и есть гребенка датчика АБС И ради этого был замес придумать свои тормозные диски Под свои, соответственно, колеса спецованные То есть это все разрабатывали мы, наши ступицы, спицы и так далее Соответственно, вот мы это собрали С колес, скажем так, начался этот проект И с идеей, что надо поставить современный блок АБС Соответственно, под эту историю мы поставили вилку перевернутого Типа, по-моему, от 636-ой ниндзя Свои траверсы, верхняя и нижняя траверсы С правильным выносом вилки Под правильный выворот колеса То есть у всех этих мотиков проблема, что ставят от спортбайков Траверсы с вилкой И ты не можешь... И она упирается в бак? Да, и ты не можешь маневрировать Соответственно, мы эти проблемы решаем новыми траверсами Которые изготавливаем уже Миллион штуков сделали Своя ручка сцепления Тоже специально сделали ее под раздельные пульты Чтобы избавиться от моноблоков БМВ Соответственно, мы сделали свою ручку сцепления Свои маленькие блоки Мы вот это делаем Все управляется кнопочкой Нажал, поворотник мигает 3 секунды, 5 секунд Все настраивается Мигание, свет тоже Включение одной кнопкой и так далее Здесь у нас тоже, я смотрю, много всего Но здесь, на самом деле, все достаточно стандартно На накладочке прикрыть радиатор региональный Это ламинация настоящего карбона Но на пластиковый airbox стандартный Но сразу становится веселее и интереснее жить С такой композицией Там внутри Ну, это уже с той стороны Внутри там блок АБС Маленький аккумулятор современный И, соответственно, вся электрика урезана До вот нескольких реле Плюс, соответственно, наше По хвосту Есть вопросы? Подробник сделали сами? Да, он сделан из четырех частей Центральная часть из четырех То есть силовой и внутренний подрамник Сверху декоративный Но тоже, как бы, из, по-моему, двадцатка Алюминий материал Внутренний подрамник тоже фрезерованный Тоже алюминий, но, по-моему, 25 Вся эта история сделана двухсоставная Задняя часть, если надо, можно снять И, соответственно, поставить короткое сидение Но здесь заказчик хотел ездить Со своей самой лучшей женщиной Поэтому накладочка снимается Дальше А, это не просто хвост Это накладка на сиденье Да? Ага Вот это кастомная конструкция У нас, то есть подножки перенесли С штатного места несколько назад Есть, кстати, подножки для пассажирки Перенесли не слишком сильно Вот, а несколько сантиметров То есть посадка не стала хардкорной Она стала, как бы, более спортивной Ну, именно, что более Отверстие здесь изрядно То есть, в принципе, подножки Можно в пределах нескольких миллиметров Подстроить под себя Это хорошо Я вам покажу дизайнерский просчет, товарищи Колеса Они 120-е Что впереди, что сзади Строго говоря, колеса-то одинаковые Но В силу ряда причин То ли из-за отсутствия крыла здесь и наличия там То ли еще почему Когда ты смотришь на мотоцикл сзади Ты не можешь отделаться от ощущения Что передняя и каток шире заднего На самом деле они одинаковые Ты головой это понимаешь Но глаза тебя постоянно норовят обманывать Задней светотехники не вижу вовсе На кронштейне Аааа, точно, точно, точно Заднюю подвеску тоже переделали У мотоцикла был моноамортизатор изначально Но он был установлен на классический манер Теперь все изменилось Кстати говоря, вот похожую конструкцию Я видел на доработанном вероде Причем этот верод был построен здесь же в Петербурге Там это как-то более Ну понятно, что ли, выглядело Здесь тоже круто И как-то более неожиданно даже, что ли Естественно, с прогрессией работает моноамортизатор Все как полагается по уму сделано Впрочем, мне покататься еще только предстоит Но выглядит круто Это самое главное Рама отпилилась, усилилась Номер рамы перенесся немножко в другое место Потому что на BMW он крепится на задней дуге В правой стороне И, соответственно, мы изобрели подвеску Ну, как бы перезы переизобрели Потому что ее представляют, по-моему, австралийцы Такого плана, горизонтальную подвеску Но она нам не очень подходила Потому что она у них слишком громоздкая И высоко задрана Проблема эта с подвеской связана с тем Что они сделали универсальную для К100 и К1100 А разница в базе 4 см И когда ее ставишь на сотку Она у тебя уезжает очень высоко И это выглядит максимально нелепо Поэтому мы ее сделали под свои стандарты Под свой амортизатор Свои, собственно, хотелки Плуг ваш? Плуг наш И это не совсем плуг Это расширительный бачок антифриза Ого! Специально, чтобы его, опять же, не громоздить куда-то сбоку Соответственно, мы его повесили снизу Ну что ж, интересно на самом деле Позволишь прокатиться? Да, конечно, конечно Отлично Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если на заднем плане будет шум То это в рукобилие гараж заводит хот-род со здоровенным V8 Не обращайте внимания Ну или обращайте Потому что звук трогательный Что касается мотоцикла Ощущение, конечно, интересное Особенно потому, что несколько дней назад Я покатался на кастоме Сделанном из R100 И вот это интересное сравнение Потому что R100 это более олдскульная В чем-то фактурная Визуально, наверное, интересная вещь С одной стороны С другой У K100 есть свое обаяние Но это вещь более технологичная И более современная Вопрос, что выбрать Вот вопрос, на самом деле, интересный и непростой Потому что если подходить в лоб На чем лучше ездить То вот в первый момент Вам наверняка понравится R100 Там характер Там оппозит Там интересные пульсации Там душа Здесь как бы маленький автомобильный моторчик По ощущениям Но я уверен, что на дистанции Причем не очень продолжительный Вот обаяние как раз подразвеется А способность этого мотора работать нормально По-человечески и по-современному Как раз вас и подкупит То есть ездить лучше на Касту Если говорить про наш образец То он однозначно сделан старательно С душой и с головой Есть нюансы Потому что за этот стремительный облик Пришлось заплатить посадкой Ботоцикл довольно высокий Возможно, владелец повыше меня И тогда все нормально Но вот что касается меня То какой-то момент дискомфорта есть Первое время, кстати, надо привыкнуть к тому Что здесь подножка с правой стороны А не слева И как на подавляющем большинстве мотоциклов Это с компоновкой двигателя Как мне объяснили, связано Но к этому привыкнуть можно Лично мне было сложнее привыкнуть К рычагу сцепления Он настроен как бы на руку побольше, чем у меня Потому что сцепление схватывает в самом конце А рычаг, он как бы далеко отходит от рукоятки Все это, конечно, настраивается Но мне было чуть тяжело Это мелочи жизни Среди вещей более важных Техпосадка Она не сказать, что прям запредельно какая-то спортивная Она человеческая Да, ты наклонен вперед Да, ты облокачиваешься на руль Но вот какого-то острого неудобства не возникает То есть к этому можно привыкнуть Как бы влиться и ездить так В принципе, все хорошо Как по мне, парни молодцы Потому что проводка аккуратная Все убрано туда, куда это надо было убрать Все привинчено как-то по-человечески Весь крепеж подобран таким образом Чтобы это не смотрелось кустарчиной И в результате мы получаем мотоцикл Сделанный вот именно что профессионально То есть ты смотришь И в общем придраться по большому счету Не к чему Это, кстати говоря, очень важно И очень классно Но возвращаясь к езде Хочу сказать, что характер у мотора В целом спокойный Он не очень любит совсем низкие обороты Здесь даже довольно высокие холостые Это хот-род Это хот-род оживает Хорош, хорош красавчик Мотор не любит низких оборотов Здесь даже холостые на уровне 2000 И если слишком мало оборотов для передачи Начинает дергаться и весь дрожать То есть нужно держать двигатель в тонусе В то же самое время Характер движка спокойный Да, в чем-то, наверное, автомобильный То есть он разгоняется плавно Достаточно напористо Но без каких-то таких, знаете, взрывных моментов То есть это, в принципе, простой, понятный Пользовательский мотоцикл Но в данном случае сделан еще и довольно стильно В общем, мне понравилось Вид у машинки бодрый и стремительный, конечно Потому что вот эта линия, она как бы так взлетает у нас В сторону о хвосте И мотоцикл выглядит, ну я бы сказал, задорно Лично меня подкупил тот факт, что Этот проект, он не относится к бесконечному множеству типичных проектов На базе BMW K-серии Потому что вот таких стандартных кафе-райсеров сделано немало Кстати, важный момент Статью про этот мотоцикл опубликовал в свое время Достаточно авторитетный зарубежный сайт То есть это действительно проект, ну как минимум, европейского уровня В общем, парни молодцы Лично мне мотик зашел И я раньше предвзято относился к кафешникам на базе K-серии Причем, что самое абсурдное Не будучи знакомым ни с одним таким мотоциклом лично Вот теперь буду пересматривать отношения На сегодня все С вас, как обычно, лайки, дизлайки и комментарии экспертов Субтитры создавал DimaTorzok